Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца, в начале, в середине и в конец месяца. И, конечно, в конце расклада мы возьмём карта совета, что вам высшие силы подсказывает, что нужно вам делать, что нужно вам остерегаться, может, какие-то предупреждения для вас будут. Давайте возьмём первая карта для вас на начало апреля, что вам... Колесо фортуны. Колесо фортуны говорит о том, что фортуна на вашей стороне уже в начале месяца. Ваша удача, возможности, успех на вашей стороне. Здесь как будто у вас даётся новые возможности. Всё зависит от того, как мы будем это делать, как мы будем цели себе поставить, как мы эту удачу вообще сохраним в наших руках, потому что иногда наши ошибки всё-таки приводят к тому, что мы теряем эти возможности и удачи. Но то, что фортуна вас будет поддерживать уже на начало месяца, то это у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта для вас, о чём это говорится. Это башня. Фортуна даёт возможности для некоторых даже себя менять, разрушить свои какие-то териотипы. Может, вы хотите что-то сделать, но вы сомневаетесь, хотя здесь есть возможности, даётся новая возможность. Но вы боитесь, поэтому нужно, знаете, разрушать свои страхи, своя неуверенность, да, свои какие-то вот эти двоинства. Когда вы хотите, да, делайте шаг вперёд, потом два назад. Здесь всё-таки нужно быть уверены, да, идти вперёд. Да, вот даже уже в начале об этом говорится. Давайте посмотрим следующая карта для вас на начало апреля, апреля, что вам высшие силы говорят, это шестёрка мечей. Вы уходите от одних берега к другим, да, вы приплываете, да, к другим берегам, даже на апрель месяц, а может, даже на сегодняшний день вы как-то что-то меняете. Но всё, я как говорю здесь всегда, да, мы можем менять, да, но всё зависит дальше, как мы будем поступать, да. Хотя здесь может быть для некоторых, здесь есть какие-то возможности новые, да, новые, да, может куда-то поехать, кто-то может, хочет менять место, ну, жительства, да, что-то может какие-то, но здесь как-то нужно решать какая-то проблема, да, нужно всё-таки поставить, да, решить эту проблему, да, может с людьми, даже в отношении, да, что-то договариваться. Здесь нужно разрушать и идти дальше, да, вот уже в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что вам высшие силы говорит. Десятка Пентакли, это ваша стабильность, это ваш фундамент, это ваше отношение, ваше даже внутреннее ваше состояние стабильное, да, ваше благо, да, здесь нужно, может быть, для некоторых поставить точку, если это касается работы, на работе, да, вот это рабочее, может стоить всё-таки уйти от той работы, в которой вы находитесь, да, начать что-то новое, потому что здесь даётся возможности, да. Для некоторых, если это касается отношений, да, то могу сказать, что, может быть, будет какие-то ситуации, в которых вам захочется уйти, да, вот какие-то, ну, может быть, какие-то разговоры, да, которые вам не понравятся, и вы захотите уйти из этих отношений, хотя здесь судьба вам даёт всё-таки шанс, да, построить ещё, договариваться, да, это может быть касаться мужчин, да, здесь захочет уйти человек от этих отношений, но здесь как бы всё-таки нужно проблему решать, а потом всё-таки делать себе выводы, уйти, если хочешь всё-таки разрушить эти отношения. Давайте посмотрим следующая карта на середине, это карта дьявола, потому что вы искушены, на середине очень много искушений для вас, очень много, может, для некоторых бы быть, что, может, когда вы выпиваете, вы как будто очень эмоционально, вы себя разрушаете, очень много фантазий, мыслей, да, может, даже в тот момент хотите, вот, когда вы не в трезвом виде, да, вы хотите уйти, да, но этого не стоит, поэтому будьте аккуратны, да, всё-таки не решайте, когда у вас голова не трезвая, это говорится о мужчине, как бы, поэтому, мои дорогие женщины, будьте аккуратны, постарайтесь всё-таки не эмоционально, не выясняйте отношения на середине и даже в начале месяца апреля. Давайте посмотрим следующая карта для вас, это карта тройка жезла, тройка жезла для некоторых будет касаться выбора, да, вот, уйти из отношений этих стабильных, да, семейных, или всё-таки остаться, да, для некоторых может есть третий человек на стороне, и вот поэтому будет стоять перед выбором, но всё-таки этого вам не стоит, да, всё-таки не нужно себе пока в апрель месяц разрушать, да, но вы будете стоять перед выбором, да, давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает, это Туз Кубков, Туз Кубков говорит о том, что сохраните эти отношения пока, вот те, которые имеют стабильные отношения, не делайте поспешные выводы, да, выбор, да, чтобы уйти из этих отношений, всё-таки здесь стоит сохранить и дать, дайте ещё раз возможности посмотреть, сможете вы это сохранить или не сможете, но спешить всё-таки нет, потому что здесь, да, карта по дьяволу искушения даётся, но вам не нужно это делать, давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это карта волшебник, карта волшебника, вот стоит всё-таки вам уже под конец, под конецом общаться, договариваться, да, друг друга дать возможности, дать эти, делайте вот друг друга какие-то шаги, да, вот дайте вот это возможности, да, иногда нужно всё-таки стоит простить, да, и дать ещё шанс посмотреть, да, Этим отношением, да, не делать поспешные какие-то шаги, потом жалеть, да, всё-таки дать ещё возможность это сохранить. Давайте посмотрим следующая карта, что вам высшие силы советуют, потому что здесь больше отношений говорится, да, не то, что какие-то рабочие моменты, да, посмотрим, что высшие силы вам советуют, да, что они вам говорят, умеренность, да, обдумывайте, принимайте правильное решение, да, но это решение будет касаться только вас. Это может касаться и мужчины, и женщины, это будет касаться вашими отношениями. Даже то, что вы захотите всё-таки уйти, вот в апреле месяце такое состояние, всё-таки не стоит. Здесь нужно какой-то шанс дать, да, попробовать, да, дать даже не то, что кому-то шанс, а дать себе возможность посмотреть со стороны, может, вы неправы, да, может, вы какие-то шаги неправильно делаете, но всё-таки, знаете, поспешить и сделать потом страдать из-за этого не стоит. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.